Добрый день! Я Даниил Топольский, студент Таганрогского музыкального колледжа специальности фортепиано. Четвертый курс. Хочу принять участие в онлайн-проекте «Культура без границ», который запустил Таганрогский музыкальный колледж. Задачей проекта являются сохранение, возрождение культурных ценностей и знакомство с культурным наследием. Сегодня я хочу поговорить о временах года Чайковского. Чайковский – это композитор невероятно искренний, невероятно добрый. Этот цикл писался в 70-1800, в 75-76-х годах, и он был написан по заказу. По заказу был человек-издатель, который выпускал журнал «Новый лист». И как раз-таки по заказу этого человека, фамилия его была Бернард, как раз-таки Петр Ильич и писал произведение. Был написан цикл «Времена года». Почему он так интересен? Потому что в России очень интересная страна. В 1700 году только начинаются, ну я имею в виду в 18 веке, только начинаются Петровские ассамблеи, еще курные избы. То есть музыка не была так развита, выписывались музыканты из-за границы. А что происходит в 19 веке? В 19 веке происходит невероятный прорыв в плане музыкальной жизни, потому что нельзя было пройти сосредоточенным по Москве или по Петербургу. Из всех окон звучала музыка. Звучали трио, квартеты, фортепиано, пели романсы. Везде звучала музыка. Любой уважающий себя купец, помещик, дочери купцов. То есть люди из высшего общества, и было обязательно для них уметь играть на каком-то музыкальном инструменте. И как раз-таки в целях... Но в то же время, в это время было очень развито домашнее музицирование. Поскольку произошел прорыв в области домашнего музицирования, все хотели играть. А не все могли играть Шопена, не все могли играть Бетховена. И поэтому Бернард обратился к Петру Ильичу, чтобы он написал произведение, которое бы смогли играть дома. Которое бы смог сыграть тот же самый помещик, купец, его дочери, лицеисты, гимназисты. Потому что в то время музыка для домашнего музицирования, это стало индустрией. И очень много было попсы, если можно так выразиться. Потому что музыка не вся была вечная. К сожалению, она до нас не дошла, а может быть и к счастью. Потому что она была плоской и неинтересной. И как раз таки Бернард, издатель журнала «Новый лист», который выходил совершенно везде, его можно было выписать, даже в «Медвежьих углах», везде. Он обратился к Петру Ильичу, чтобы он написал произведения, которые были бы настоящей классикой. Петр Ильич не мог написать по-другому. И в то же время, чтобы мог сыграть каждый. Я сыграю вам одно произведение, которое называется «Март». Песнь Жаблонга. Песнь Жаблонга. Песнь Жаблонга. Песнь Жаблонга. Песнь Жаблонга. Потому что март Чайковский писал по готовому сценарию. Бернард находил стих, который соответствовал тому месяцу, в котором он хотел отправить этот стих Петру Ильичу. И Чайковский не объединял эту музыку во времена года. Это уже сделал как раз-таки Бернард. Чайковский раз в месяц писал пьесу по сценарию для журнала «Новый лист». И вот какой здесь стих. «Поле зыблится цветами, в ней бельются световолны, внешних жаворонков пения, голубые бездны полны». И как раз-таки здесь Петр Ильич написал не просто песнь жаворонка. Конечно, здесь мы слышим характерные черты. Но самое главное, что сделал Петр Ильич, он нас окунул в состояние. Он показал нам вот это поле и показал нам жаворонка, которая не просто поет, а которая влетает в небесах и там поет. Особенностью Петра Ильича было то, что он слышал мелодию сразу, цельную. Он говорил, что когда я выхожу в поле, я слышу, как поет это поле, я слышу, как поет это дерево. И для него это ощущение было самым ценным и самым дорогим. Он не конструировал мелодии, не придумывал. Для него жизнь и была, были мелодии. Даже когда он был совсем маленьким, он закрывал руками уши и говорил, «Это музыка, музыка, она у меня здесь, в голове». А родители хотели, чтобы он стал юристом. И в итоге он отдался музыке полностью, всецело принадлежал ей в 22 года, когда бросил юриспруденцию и поступил сразу на второй курс, только что созданный Петербургской консерваторией. Музыкальное образование в России тогда было профессионально не так популярно, потому что первая консерватория появилась как раз тогда, когда Чайковскому стало, уже исполнилось 22 года. И времена года – это калейдоскоп из жизни русского человека. Там чего только нет. Там мы сначала попадаем у камелька, это песня у камина, затем мы отправляемся на праздник Масленицу, потом март. Очень много, это очень интересный цикл. Я хочу, чтобы вы послушали это произведение. Как мне кажется, лучшее исполнение у Михаила Плетнева. Михаил Плетнев – это эталон в исполнении музыки Чайковского, потому что он умеет снимать лакировку с излишней чувствительностью и показывать это искренне. Он показывает настоящего Чайковского, на мой вкус. Тем более он является лауреатом международного конкурса Чайковского. Петр Ильич – очень значимый композитор как для нас, особенно для нас, так и для всего мира, для нас, как для русских людей. Я хочу, чтобы вы познакомились с его творчеством поближе. Начните с времен года. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok